Стратегическая задача этой сессии была еще раз внимательно посмотреть на трехлетний бюджет и составить план развития нашего региона и каждого муниципалитета в частности. Все главы муниципалитетов получили специальный опрос, и все отрасловики знают, что на этой неделе будет проведена активная, очень внимательная группа работы, связанная с формированием приоритетных задач каждой территории. Задачи, менее масштабные, но важные для населения, ставят уже сами жители. Через систему Добродел каждую неделю поступают 16,5 тысяч обращений. Вопросы по отоплению уже перестали быть актуальными, переместившись на 26 место. 7% обращений приходится на уличное освещение. Больше всего вопросов по люберцам. На видеоконференции была озвучена необходимость пересмотра алгоритма и оптимизации решения проблем через Добродел, потому что наблюдается тенденция к увеличению нерешенных вопросов. И больше всего жалоб по транспорту. Вопросы транспорта по обслуживанию являются наиболее чудесной темой для жителей Подмосковья. Это четко видно при анализе портала Добродел. Жалобы в Добродел на работу автобусов ходили в топ-5 основных проблем по количеству обращений и составляли чуть меньше 5% от всех жалоб. Больше всего жалоб поступало по пяти категориям. Нарушение расписания, старые аварийные автобусы, некорректное поведение водителей, отказ в приеме карты стрелка. Также просили установить и изменить маршруты. В этом году в Московской области заменили 25% автобусного парка. На дорогах Подмосковья не должно быть автобусов малого класса старше пяти лет и автобусов среднего и большого класса старше семи лет, сказал Алексей Гержик. Также необходимо усилить контроль за выполнением расписания маршрутов и выручкой, отметил министр. Перевозчики, регулярно нарушающие установленные стандарты, будут штрафоваться, а затем и вовсе отстраняться от перевозок.